Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт-международник, подключается к нашему эфиру. Станислав, рады приветствовать. Добрый день. Здравствуйте, судья. Станислав, скажите, пожалуйста, каким образом сейчас Россия теракт, совершенный в подмосковном кругу с Сити-Холли, будет использовать для своей псевдо-внешней политики, которая неразрывно связана со внутренней политикой Российской Федерации, с диктатурой, которая там сейчас? Ну, стоит прежде всего отметить, что западный мир, в частности Соединенные Штаты Америки, как адекватные цивилизованные государства, страны, которые десятилетиями борются с мировым терроризмом, заранее предупреждали Россию о возможности теракта, который может произойти в ближайшем будущем, и делали все возможное, чтобы предотвратить возможную гибель мирных граждан. Но мы видим, что Россия не прислушалась к таким вот предупреждениям и, скажем так, проигнорировала это. Ну, тут может быть несколько причин. Ну, во-первых, это либо тотальное недоверие к западному миру, в частности, к Соединенным Штатам, либо государствам Европы, что менее вероятно, хотя и это имеет место быть. Но либо умысел, чтобы это все-таки случилось, даже если инициатором этого теракта был не сам Кремль. Ну, тут может быть несколько причин этого. Ну, во-первых, это снова-таки мобилизация российских граждан для противодействия таким актам терроризма, а значит отправка их за границу, участвовать в военных операциях Москвы. Ну, либо также, чтобы иметь более сильную поддержку, о чем ратует Владимир Путин, чтобы, скажем так, укреплять свою власть после так называемых псевдовыборов, которые произошли как раз-таки накануне этих терактов. Ну, тут можно просто провести параллель и с предыдущими подобными ситуациями, как это было с войной в Чечне, когда также россияне отправлялись на ту бойню, и также тогда говорилось о том, что нужно уничтожать террористов, нужно уничтожать тех, кто хочет уничтожить российское государство. Ну, все то же самое, что мы видим, происходит в отношении Украины. Ну, и вы правильно обозначили то, что уже на Западе много мы слышим заявлений о том, что Украина не причастна к этому, и в частности об этом заявил вам упомянутый представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, но не только он, я напомню, что об этом также заявляла еще 25 марта на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, и тогда она сказала, что это была террористическая атака, которая была совершена членами ИГИЛ, и что президент Путин это понимает, и он это очень хорошо знает. А также она сказала, что, посмотрите, нет никаких доказательств того, что правительство Украины имеет какое-то отношение к этой атаке, и также добавила, что Украина не была причастна к этому, и точка. Ну, также стоит и упомянуть о том, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил пожелание найти виновных как можно скорее, и дал четкий сигнал Владимиру Путину не искать виновных в Украине. Ну, он также послался на то, что виновность и ответственность за это взяло на себя исламское государство, и, конечно же, он поддержал Украину, и что Украина не причастна к этим террористическим актам. Ну, и таких вот заявлений было немало, но видим несколько примеров, в частности, пресс-секретаря Белого дома Коринь-Жан-Пьер сказал, что она однозначно сказала, что Украина не причастна к этим событиям, но также об этом заявлял и президент Франции Эммануэль Макрон, который дал четкий сигнал Путину не искать виновных в Украине. Ну, и таких заявлений было немало, но и тут стоит подчеркнуть, что Российская Федерация игнорирует такие заявления, особенно со стран западного мира, и продолжает свою мантру о том, что возможен украинский след в этих терактах. Ну, тут понятно, что Россия продолжает мобилизировать свое население, продолжает обвинять Украину, чтобы... Позвольте сразу уточню. Вот вы говорите, что Россия продолжает игнорировать, да? Если мы понимаем прекрасно, что у этого подразделения ИГИЛ Харасан абсолютно свои методы, да, которые украинская сторона не поддерживает, то есть такую борьбу через убийство гражданских лиц, как мы уже проговаривали, может ли это стать чередой, вот такая халатность или умышленная халатность сотрудников Службы безопасности Российской Федерации для дальнейших терактов? Вот это... Можно сделать какой-то из этого вывод, что это было прощупывание террористами почвы? Ну, абсолютно верно. Украина не имеет никаких отношений к этим терактам, и об этом заявили представители украинской власти, да и в общем Украина придерживается тех правил ведения войны, которые существуют и не используют мирное население в качестве объектов для того, чтобы их атаковать. И только Украина направляет свои атаки именно на российских военных, на военную инфраструктуру и тому подобное. Вот по поводу халатности. Тут трудно сказать, но, как я вначале предположил, не исключается, что это была умышленная халатность, то есть фактически игнорирование предупреждений тех западных служб, которые говорили о том, что теракты в ближайшем будущем могут произойти на территории Российской Федерации. Ну и таким образом, якобы и самим не быть причастным, имеется в виду российским властям, к этим терактам, но и одновременно позволить им свершиться, но чтобы потом обвинять те или иные государства в том, что именно они были причастны к этим событиям. Ну и, конечно же, Украина тут первая в списке, а вместе с ней и страны Запада, которых она называет кураторами и поджигателями войны. То есть фактически все то, что делает сама Россия, она это все экстрапеллирует именно на Украину и ее союзников. Хотя на самом деле, как мы знаем, сама Россия является государством, которое спонсирует терроризм, и фактически она поддерживает кругом такие вот акции. Мы видим, сколько в Украине таких было подобных случаев, и они продолжаются, то есть акты открытого террора против украинских граждан, против цивильного населения. То есть фактически мы видим, что Россия таким образом не желает заканчивать свою военную авантюру против Украины и против всего цивилизованного сообщества, и будет дальше мобилизировать своих граждан, скажем так, подстрекать их, чтобы они подписывали контракты на отправление в Украину, якобы подавлять террористов, которые находятся на территории нашей страны. И это самая большая проблема на сегодняшний день. Тем более она еще укрепляется различными, различного рода призывами к священной войне. И мы видим, как этими днями это происходило, в частности в церковном сообществе России. И мне кажется, что это может привести к тому, что Россия фактически будет дальше игнорировать какие-то разумные доводы и разумные заявления. Ну и мне кажется, что это и станет причиной того, что Россия сама себя приводит к катастрофе. Вряд ли кто-то удивился, узнав, что представители Кремля лгут, что Россия лжет. Вообще, легко определить, что прихвостник кремлевский лгут, они открывают рот и что-то произносят. Станислав, спасибо большое за оценку ситуации. Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт-международник, присоединялся к нашему эфиру. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.